Рома, перестань, никаких зелёных человечков не существует. А в книге сказано, что они существуют. Не все книги полезны. Это вы сейчас так говорите. Поймают вас, тогда и посмотрим. Если они нас поймают, то и тебя тоже. И дерево их не остановит. А у меня есть специальная шапочка, которая меня скроет и защитит. Не надо, пожалуйста, но только не это. Давай, размахиваем энергичнее, а то инопланетяне нас не увидят. Вы понятия не имеете, что творите. Оставайтесь тут, а я пошёл спасать себя. Рома, походу инопланетяне тебя вычислили по IP. Походу, это и вправду инопланетяне. И они офигели со своей эктоплазмой. Привет! Меня зовут Есения, и я из команды Крутых Деток. Кулкидс Мини – это детский художественный ютуб-сериал в параллельной вселенной Кулкидс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и увидимся в будущем! Полина, смотри, Рома читает. Мне страшно. Привет! Ну вот, Рома читает книгу. И что тут такого? Когда у нас в классе последний раз читали книги, это закончилось плохо. Да, я помню, как Ева читала мой дневник. Страшно представить, что у Ромы за книга в руках. Сейчас узнаем. Привет, Рома, что читаешь? Про инопланетян, ты знала, что они могут нас похитить в любую минуту? Ты чё? Это всё сказки. А ещё они могут читать наши мысли. Что ты как маленький? Никто в это не верит. А вдруг это правда? Я хочу подготовиться к нападению. Перестань читать эту книгу, она врет. Ааа, ну как можно верить в эту туфту? Ага, это антинаучно. Эй, ребят, идите сюда. Так, а где Рома? Он читает научную книгу. Это, конечно, хорошо, но приведите его сюда. У нас вообще-то тренировка. Может, не надо? Нет, он мне нужен здесь и сейчас. Ладно, мы постараемся. Блин, его здесь нет. Я знаю ещё одно место, пойдём. Рома, 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 ты где? Отзовись. Девочки, я здесь. Рома, чё ты туда залез? Прячусь от зелёных человечков. Рома, перестань, никаких зелёных человечков не существует. А в книге сказано, что они существуют. Не все книги полезны. Да, она права. Даже Сеня со мной согласилась. Это вы сейчас так говорите. Поймают вас, тогда и посмотрим. Если они и нас поймают, то и тебя тоже. И дерево их не остановит. А у меня есть специальная шапочка, которая меня скроет и защитит. Рома, прекращай этот цирк. Тебе нужно заниматься в лагере. Вы меня отсюда не достанете. Ну что, получилось? Нет, он отказывается приходить. Ну раз так, тогда занимайтесь без него. Сегодня вы научитесь подавать сигналы бедствия. А это зачем? Если вы потеряетесь в лесу, такой сигнал поможет вам выжить. У вас три часа, чтобы его придумать. Время пошло. Откуда у Ромы вообще взялась эта книга? Ну... Сеня, выкладывай. Я ему объяснила, что это фантастика. Я не виновата, что он не понимает. Ладно, давай продолжать наши занятия. Может, к вечеру он слезет с этого дерева. Ага, или дятлы его заклюют. Что они вытворяют? Немедленно прекратите! А что не так? Вы привлекайте внимание инопланетян! О, это уже не смешно. Из-за вас пришельцы точно прилетят и заберут нас. Рома, у нас вообще-то тема сигналы бедствия. Если сам делом не хочешь заняться, то и другим не мешай. А мы продолжим занятия. Не надо, пожалуйста, но только не это. Давай, размахиваем энергичнее, а то инопланетяне нас не увидят. Вы понятия не имеете, что творите. Оставайтесь тут, а я пошел спасать себя. Остановись, он убежал. Мне кажется, наш Рома совсем с дуба рухнул. Что будем делать? У меня есть идея. Давай разыграем его. Да, отличная идея. Давай, рассказывай. Я смотрела много фильмов, и там было... Рома, ты видел? Там такое, побежали. Ой-ой-ой, что ж вы, инопланетяне, наделали? Да, ты что-то видишь, не понимаю. Я знаю, что это. Ну давай, расскажи нам. Эти круги послания инопланетян. Опять твои выдумки. Не выдумки, а правда. Я видел в книге точно такие же. Ты хочешь сказать, что это сделали инопланетяне? Конечно. Поэтому я знаю, что делать. Пойду и спрячусь отсюда подальше. Нужна идея, чтобы решить его и наши проблемы. Не могу поверить, что Рома на это повелся. Нужно привести его в чувство. Давай что-нибудь еще сделаем. Полина, а у тебя есть слаймы и ключи от машины? У меня есть кое-что поинтереснее. Рома, Полина отошла. Помоги мне сделать забор для защиты от зеленых человечков. Вам что, кругов мало? Все знают, что зеленые человечки ненавидят заборы. А это что еще такое? Похоже, они уже начали свое вторжение. Ну что, Сеня, довольны? Забор мы уже не успеем сделать. Поэтому пошли копать бомбоубежище. Рома, походу инопланетяне тебя вычислили по АйПи. Походу, это и вправду инопланетяне. И они офигели со своей эктоплазмой. Полина, вот видишь, Рома был прав. А мы с него смеялись. Наконец-таки, кто-то в лагере мне верит. Да, конечно верит. Я специально для таких случаев заказал этот телефон. Он с точностью может определить, откуда эта эктоплазма. Осталось дождаться только результатов. Это что, эктоплазма? Вы что, тоже верите в инопланетян? Ну, естественно. Это же научный факт, что они существуют. Тогда я вам советую прочитать эту книгу. Там столько всего интересного в пролетающей тарелке. Ох, согласен. Хорошая книжка. Эх, сколько же мне было, когда я ее написал. Че? Это ваша книга? Я не верю. Чего? Написано Зюзиком? Ну, конечно. Когда мы пойдем охотиться за пришельцами. Я такие рыбные места знаю. Знаете что, Артем Чузикович? И вправду, книжкам верить нельзя. Сеня, Полина, пойдем. Да уж. Никто не признает мои научные достижения. Смотри, Рома читает. Сейчас. Ну, пишем. Да блин. Лови шапочку. Пишем. Нет. Уже поздно как-то туда заставать. И давай другое место. Мне нравится. Там собака вообще не так. Если вы потеряетесь в лесу, такой сигнал поможет вам выжить. Если вы потеряетесь в лесу, такой сигнал поможет вам выжить. Да блин. Вы не поним... Тут... Это что ты? Блин. Надо самому... Вы понятия не имеете, что творит. Ну, что делать? Нет. Ну, что? Довольно, Сеня? Забор мы... Ну, что, Сеня? Ну, что, Сеня? Все знают, что инопланетяна ненавидят... Ты не сказал слово инопланетяне. Смотри, зеленые человечки. Зеленые человечки. Рома, Полина отошла. Помоги мне сделать забор от... Рома, Полина отошла. Помоги мне сделать забор для защиты от... От зеленых человечков. От зеленых человечков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»